Мелкие боестолкновения, которые происходят на приграничных районах области, это связано с тем, что постоянно выезжают разведгруппы противника, пытаются прощупать дырки, которые есть в обороне Днепропетровской области, поэтому появляются боестолкновения, кое-где они применяют более тяжелое вооружение, грады, гаубицы, для того, чтобы понять, будет ли какой-то ответ, провоцировать, можно сказать. На самом деле подступы к Днепропетровской области хорошо защищены, то есть мы достаточно уверенно себя чувствуем в этом плане, и я думаю, что противник это тоже понимает, его разведка это докладывает, и также я думаю, что они понимают, что любая попытка более серьезного штурма каких-то частей, где уже созданы партификационные сооружения, просто принесет противнику очень большие потери. На самом деле работают наши группы передовые, которые принимают эти боестолкновения с противником, и, так сказать, отбрасывают их чуть дальше. Поэтому то, что было в Паренке, это вот то, что происходит каждый день, в принципе, в приграничных районах области, что со стороны юга Кривого Рога, что со стороны востока, там где уже граница Запорожской области, там тоже происходят небольшие боестолкновения и прощупывание нашей обороны. Вот такая ситуация на сегодня, это и со стороны Кривого Рога, это юг, и со стороны восточного направления, ближе уже к Запорожской и Донецкой области, там, где находится Семельниково, Пологи Запорожской области, там тоже периодически, вот на уровне такого населенного пункта, как Гуляй-Поле, это Запорожская область, происходят такие боестолкновения с нашей терробороной, потому что мы, опять же, держим Российскую армию, которая находится там, на дальних подступах, не даем им подойти близко к области. Мне сложно давать какую-то статистику, я имею некие данные, я верю обычно фотографиям или видео, да, потому что у нас много публикаций на эту тему, что там мы победили, тут победили, там разбили колонну, это все приятная информация, но, так сказать, практически мы смотрим за этими потерями только из тех подтверждающих видео или фото, которые предоставляют передовые группы. Враг несет потери, это пока небольшие потери, но, опять же, мы не видим очень большого скопления сил возле границ нашей области. То есть, скорее, это больше провокация или демонстрация того, что они здесь присутствуют. Я вот, честно говоря, сегодня выехал в город и увидел, что в городе жизнь, много машин, магазины открытые, аптеки открытые. Это говорит о том, что люди себя все-таки почувствовали более безопасно, да, и в городе тоже можете наблюдать, что возле ключевых дорог, ключевых направлений, ключевых секторов идет, так называемое, накопление материалов, да. То есть, эти материалы накапливаются на тот случай, если вдруг будет такая ситуация, и нам придется оборонять уже Днепр, и, соответственно, эти материалы будут использованы в качестве фортификационных сооружений. Но я надеюсь, я уверен практически о том, что этого не случится.